Благодарность На уровне человеческом здесь, на земле Я знаю, что мы сегодня живем в очень такой, кажется Не знаю, как это назвать Crazy year Такой год очень необычный И кажется, что в это время Столько есть разных причин, чтобы не быть благодарным Но я сегодня как раз хочу говорить о благодарности Я, исследуя эту тему, прочитал одно исследование Это интересно, что это не христианские источники Это просто светские ученые, которые сделали такое исследование И они доказывают, что когда человек уделяет 5 минут в день Для того, чтобы записывать свой дневник За что он благодарен кому-то Естественно, они не имеют в виду Бога Просто выражают, находят причину для благодарности То они становятся на 17% счастливее Я не знаю, как они вычислили эту цифру Откуда такое счастье добавилось на 17% Я думаю, что вам всем хочется Ну, хотя бы на 17% быть счастливее, правильно? И интересно то, что сегодня очень популярная болезнь Очень популярная Это называется депрессия Каждый ее по-разному называет Кто-то называет ее болезнью Кто-то называет просто приступом Кто-то еще по-другому называет Но интересно то, что люди, которые проходят Вот эти подобные такие переживания Или такое негативное Негативное духовное настроение То если им предложить такой метод Ну, хотя бы 5 минут в день Находи, кого благодарить А для верующих это особенно важно Благодарить Бога Я думаю, что вряд ли они согласятся этим заниматься Кто из вас уже готов покупать блокнотик Писать и делать эти все вещи Всем нам кажется, что это все как бы ерунда Мы и так как бы благодарны Мы и так как бы счастливы Интересно, что трудно помочь людям До тех пор, пока они не согласятся с тем Что действительно им нужна в этом вопросе помощь Хотя от счастья никто не откажется Если бы я назвал свою проповедь сегодня Как быть счастливым Я думаю, были бы, наверное, сотни тысяч просмотров Потому что все хотят хотя бы на 17% быть более счастливыми Но интересно то, что, друзья, именно благодарность На основании Писания Не просто на основании мнения Не просто даже на основании вот этих ученых Которые даже в Бога не верят Я верю, что она влияет на людей И делает нас более мирными Более радостными и более счастливыми Благодарность, как это связано С счастьем Один человек сказал так Существует круговорот добра И благодарность – это возврат добра Пусть даже в словах Добру все равно, в какой корзине его носят Денежной, продуктовой или словесной Таким образом, добро нас связывает И дает возможность получить счастье А главное – иметь счастье с Богом Это и есть наивысшее счастье Друзья, 2 Тимофея, 3 глава С 1 стиха написано о ужасных временах Которые грядут на землю И там написано так «Знай же, что в последние дни Наступят времена тяжкие Ибо люди будут самолюбивы То есть эгоисты, сребролюбивы Будут любить деньги Горды, надменно, злоречивы Родителям непокорны, неблагодарны» Интересно, что это предупреждение Оно не очень приятно Оно не очень хочется в него верить Не очень хочется слышать Хочется сказать что-то не о нас Первое я хочу выделить Что это говорится о будущем Что настанет время Это говорится о будущем Говорится о последнем времени Как вам кажется, мы живем В последнее время с вами или нет? Кому это относится? И здесь Писание подчеркивает Что беда или ужас Тяжкое время придет Не потому, что будет голод И не только потому, что возможно война А из-за того, что люди станут другими Люди станут вот такими И в этом ужасном списке Перечисляется одно такое слово Которое кажется Ну в чем ужас? В чем проблема? В чем вот эта тяжесть этих времен? Когда люди станут неблагодарны Но об этом уже говорит Библия Значит об этом уже стоит Более внимательно слушать Верить И это предупреждение для всех людей И значит наверное стоит Даже верующим людям Напоминать о том, что надо благодарить Что быть благодарным это правильно И это хорошо Когда вы пообщаетесь с неблагодарными людьми Это отражается на вас Вот люди, которые полны негатива Которые часто ноют Которые в депрессии Которые ропщут Поверьте, что это Оно убивает настроение Оно как-то лишает радости Ты как-то пообщался И как будто бы тебя обокрали Оборвали Ты как-то пришел одетый А ушел как-то такой полураздетый И как-то побитый Такой придавленный Вот эта информация Благодарность Она либо строит Поднимает Либо противоположное Оно наоборот Разрушает Разрушает в том числе И нас 1 Фессалоникийцам 5 глава 18 стих Написано За все Благодарите Ибо такова о вас Воля Божья Во Христе Иисусе За все Благодарите Очень категорично Очень конкретно Очень прямо Для многих людей Это непонятно Люди со стороны Которые не знают Бога Которые не верят Не уважают Авторитет Божьего Слова Смотря на трудности Которые люди проходят на земле Включая верующих людей Они смотрят на это Как на фанатизм Вы фанатики Вы верите Вот в такие вещи За все Благодарите Как можно За все Плохое Нездоровое То что болит Как можно За это Благодарить И дальше написана Очень глубокая вещь Написана Такова о вас Воля Божья Первый вывод Друзья Что благодарность Это не просто Признак воспитания Мы наших детей Учим говорить Спасибо Всегда Мы учим Говорить Благодарность Иногда это рефлекс Иногда это просто Момент воспитания Хорошего воспитания Но я сегодня Хотел бы для верующих Подчеркнуть другое Что для верующих людей Благодарность Это не просто Хорошее Воспитание Благодарность Это признак Зрелости Это высокий Признак Зрелости Друзья Это глубокий Признак Зрелости Я хочу Подчеркнуть То что Не просто Благодарить За хорошее За дом За машину За здоровье За это Благодарят все Верующие Неверующие Даже те Которые не читали Этого и не знают То что в Библии Об этом написано Но когда Благодарят люди За все За плохое За то что болит За то что понятно И за то что непонятно Когда люди За это благодарят Вот это признак Зрелости Признак Духовности Я думаю Я думаю что вы Согласитесь с тем Что Зрелые Духовно люди Они как-то Как будто Они на другой Планете Они благодарят За То что Нормальный Человек У него не повернется Язык Благодарить Вспомните Например Первых христиан Которых Или сжигали Или как-то Сажали Или как-то Гнали Вспомните Наших Дедов Прадедов Которые Сидели в тюрьме За веру в Бога Как вы думаете Вот как было Переполнено Чем было Переполнено Их сердце Два варианта Ропотом Или благодарностью Вспомните Некоторых людей Из нашей церкви Которые Уже ушли В вечность Как проходила Их жизнь Какое было Их настроение В каком состоянии Был их дух Вот когда они Уже доживали Последние дни И здесь мы С вами Кто знает О них Понимаем Что благодарное Сердце Это большой Признак Зрелости Большой признак Зрелости Это большой Шаг К приобретению Мира И радости Которую Мы можем Иметь Через Это Заметьте Что Ропот И благодарность Несовместимы Несовместимы Бунт И благодарность Негатив И благодарность Поэтому Друзья Вот эти все Процессы Например За Иосифа Написано Что его Душа Вошла В железо Вы знаете Какие трудные Обстоятельства Он пережил Предательство Несправедливость И тем не менее Он оставался Верным Богу Написано Бог был с ним Где с ним В рабстве Где Бог был с ним В тюрьме Где Бог был с ним Среди Несправедливости Душа Вошла В железо Представьте себе Какой Химический Процесс Происходит Внутри Внутри Химический Процесс Духовный Естественно Который Так формирует Человека Изнутри Полностью Его меняет И делает Его другим И Потом Фараон Замечает Что в этом Человеке Другой Иной Дух И он Говорит За Иосифа Человек Который Не знает Бога Просто Наблюдает За человеком Со стороны За человеком Благодарным Богу За все И говорит Вот в этом Человеке В нем Есть другой Дух Есть человек Есть человек В нашем Царстве За него Так сказали В котором Есть дух Другой Дух Дух Божий Вот как бы Хотелось Чтобы нам Сегодня Иметь этот Дух Вы знаете В церкви Мы можем Быть Благодарны Мы можем Петь Аллилуйя Поднимать руки Говорить Правильные Слова Но вот Когда Встает Все непонятно Когда мы Дома Когда мы Одни Кажется Любая мелочь Любая ерунда И мы Настолько Сразу Забываем Принимать Вот этот Принцип Христианский Принцип Просто Быть Благодарным И быть Благодарным За все И один из Тоже Примеров Для нас Он сказал Так Неужели Мы только Доброе Будем Принимать От Бога А все Остальное Мы не Принимаем Он тоже Пережил Много Трудностей И страданий Но он Делает Вывод Что Неужели Только Хорошее Мы будем Принимать От Бога Один человек Поделился Одной Историей Недавно Он был В Испании И ехал В городе Барселона И вдруг Он вечером Слышит Какой-то Грохот Грюм Стучат Как-то Кастрюлями Бринчат Все Ну так Как он Был там Гость Заезжий Он спросил У Таксиста Что происходит В чем Проблема Почему Такой Звон И этот Местный Человек Ему Объяснил Что Так как Они Проходили Вот Эту Пандемию И у Них Был Ну Такой Высокий Как бы Пик Заболеваний В Европе То Они Сделали Такое Согласие Что В определенное Время Вечером Весь Город Начинает Стучать По Кастрюлям Стучать По Сковородкам Стучать По всему Что Гремит Что Стучит Начинает Так Пряцать В честь Благодарности Всем Медсестрам И всему Медперсоналу Который Рискует Возможно Чем-то И Помогает Служит Людям То есть Вывод Простой В знак Благодарности Представьте Себе Чтобы Вы уже Улыбнулись Да Вот В городе Джиксонвилл В девять Нет В девять Уже поздновато Ну скажем В шесть Часов Вечера Стучит Такой Вот Гул Кастрюли Сковородки Или просто Начинают Все машины Сигналить Все спрашивают А в чем В чем В чем В чем секрет В чем Вот этот трюк Все говорят В знак Благодарности Богу Интересно Правда Просто Идея Из Европы Филипийцам 4.6 Написано Не заботьтесь Ни о чем Но всегда В молитве И прошении С благодарением Открывайте Свои желания Пред Богом Друзья Нам очень близко То что Нужно открывать Желания Пред Богом Нам очень близко К сердцу То что мы У Бога Что-то просим У Бога Мы больше Чаще Наверное Если сравнить Все наши молитвы Поставить на весы Сколько мы Бога благодарим И сколько мы У Бога просим То наши молитвы Можно наверное Так вот В трех словах Сказать Эль Шадай Дай Дай Больше В таком Направлении Движутся Наши молитвы Но Писание Призывает Нас Все-таки Очень много Благодарности И заметьте Что даже Просить В Писании Предложена Нам форма Как правильно Это делать И написано Открывайте Свои прошения То есть Ваши проблемы Ваши нужды Богу С благодарением Вроде бы кажется Ну все понятно Мы и так Всегда так Кто уже давно Верующий Так автоматически Господи Тебе слава Аллилуйя Оно как бы так Автоматически Машинально Так неосознанно Холодно Иногда Как будто бы Безэффектно Но здесь вот Писание Я верю Призывает нас Даже в самые Трудные Низкие моменты Жизни Находить всегда Причину За что Благодарить Если Светские ученые Доказывают Что это тебя Сделает Более мирным И счастливым То я думаю Что более Стоит верить Библии Которая является Словом Божьим Что это Отразится На твое настроение И внутренний мир Когда ты будешь Находить всегда Причину Для благодарности И будешь Благодарить Бога Написано Не заботьтесь Ни о чем Сказано Очень круто Классно Молодец Хорошо Не получается То есть По другому Написано Не переживайте Не переживайте По английски написано Не переживайте И все готовы Не переживать Кто за то Чтобы Не переживать Лес рук Но вопрос А что Если оно Само Как-то Переживается Я решил Не переживать Оно переживается Вот эта кнопка Не переживать Жму-жму Она не работает Так вот в Писании написано, не переживайте, не заботясь ни о чем, запятая «но». И вот это «но» и есть ключ. Не переживайте, оно переживается «но». Не на ту кнопку жмешь. «Но» с благодарением. Ну а как же благодарить, если вот в этом и есть весь секрет. Нет, если, кажется, логике не поддается, нету причин для благодарности, нету, кажется, за что благодарить. Мы же понимаем, что нужно только за хорошее и за понятное благодарить. Вот тогда, когда ты начинаешь благодарить, в этом есть проявление твоей веры. Это то, что нравится Богу. Это то, на что Бог обращает внимание. Без веры угодить Богу невозможно. И когда мы начинаем благодарить Бога вот в это время переживательное, то вот это «но» оно срабатывает. Начинаем петь и начинаем благодарить Бога. Первая Тимофея, вторая глава, первый стих написано. «Итак, прежде всего прошу, друзья, совершать молитвы, прошения, моления и дальше благодарения за всех человеков». Первая часть стиха понятна. «Прошу совершать молитвы, прошения, моления». Мы вроде бы это делаем, особенно чем труднее, чем больше. Но дальше написано «и благодарение». Здесь тоже все легко. Но дальше написано «благодарение за всех людей». Опа! За людей. Благодарить Бога. За что? Если бы ты знал моего начальника, если бы ты знал мою жену, если бы ты знал моего соседа, «благодарить Бога за людей, за всех». Ох, какую планку вы поднимаете. За всех. Это значит, за каких это за всех? Вот именно за всех. Вот именно вот за того, да-да-да, вот за того, да-да-да-да, именно за него. Именно за нее. За всех людей благодарите Бога. Но здесь, кажется, тема благодарности вообще пошла в неожиданном направлении. Но читайте разные переводы, разные языки. Я сам как-то задумался, ну как это за всех людей благодарите. И сейчас, друзья, я хотел бы вам представить, мне кажется, важный принцип духовного роста, который очень связан с людьми. Есть такие простые два слова в сельском хозяйстве, которые называются «зерно» и «солома». И вот, кажется, есть одни люди, которые представляют зерно, другие люди, которые представляют солому. И нам, Христос, в Писании написано, что придет время, когда человек, Бог отделит солому от зерна. Солома – это такие плохие, негодные люди, злые, те, которые в Бога не верят, грешные люди, которые нас обижают, которые несправедливо по отношению к нам, кажется, поступают. Вот их, написано, сожгут огнем, они будут наказаны. А мы же, конечно же, мы зерно, мы такое отборное зерно, хорошее, которое, конечно же, будем там в раю, где-то в таком хорошем месте. И вот здесь первый вопрос, кажется, спросить нужно у себя, кто я, зерно или солома? А второе, наверное, хочется спросить у Бога, а зачем солома, если же все равно ее сожгут? Зачем же вот эти такие траты времени, зачем вот это напряжение брать вот эту, собирать эту солому, потом ее как-то там сортировать, потом ее сжигать, потом ее как-то вот это все грязь и пыль, и вот эти все страдания от этих людей, таких плохих, негодных, просто хочется быть среди зерна. Так хочется. Но вы знаете, друзья, какой принцип духовного роста? Если даже вам очень кажется, что вы зерно, то интересно то, что зерно не может вырасти без соломы. Поэтому в Писании написано за всех людей благодарите. То есть и за солому, за колючих, за вот таких вот пыльных, за тех, которые, кажется, ну просто бурьян бурьяном, кажется, зачем они вообще, как они вообще казались в моей жизни, как это вообще, как это-то получается. И здесь вот принцип духовного роста. До определенного времени мы все находимся на одном огороде, в одной церкви, в одном городе, на одной земле. И там есть и зерно, и солома, и мы все как-то растем, нас поливают, как-то и штормы бывают, и ветры бывают. Все оно растет, погода меняется, температура меняется. Но потом солому отделят. Но эта солома сопутствует вашему, нашему духовному росту. Эти люди, они нас иногда напрягают, накаляют, иногда нас обижают. Вот это солома, которая помогает тебе в итоге стать зерном. Ладно солома, иногда еще и навозом обложат, правда? Так обложат, что кажется, и ты так вот, кажется, идешь такой уже или плывешь, но так вот дышишь и благодарю тебя, Господи. Вот какое удобрение мне в жизни попалось. И вот так вот, друзья, мы потихонечку так вот растем, цветем, растем. И написано, за все, за всех людей прошу, благодарите. Вот какой принцип благодарности, который сопутствует нашему духовному росту. Сегодня мы слышали уже прекрасный стих о прокаженном. Луки 17 глава, написано 16 стиха. Прокаженный палниц к ногам его, Господа. Благодаря его, и это был самарянин, Иисус сказал, не десять ли исцелилась, очистилась? Где же остальные девять? Почему они не возвратились воздать славу Богу? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Интересно то, что, друзья, ответ Иисуса, ответ Иисуса, иди, вера твоя спасла тебя. У меня к вам вопрос. Почему здесь такая смесь? Почему, кажется, такой ответ, который не имеет связи? Человек пришел с благодарностью. Человек пришел с благодарностью. Иисус ему пытается что-то толковать за веру. Видите вы здесь какую-то глубокую мысль? Он благодарит, спасибо, вот получил, дал, мечтал, получил, спасибо. Иисус ему говорит за веру. Интересный вывод, друзья. В чем сила благодарности? Благодарность и вера они связаны. В этом и есть сила. Благодарность и вера очень связаны. Невозможно верить Богу и не быть благодарным Богу. И невозможно быть благодарным Богу и не верить Богу. Вера и благодарность очень связаны. Вот почему признак зрелости И христианина – это благодарное сердце за хорошее и не очень, за понятное и непонятное. Написано, такова у вас воля Божья. Значит, друзья, все, кто хоть как-то думает, что он за то, чтобы воля Божья в его жизни исполнилась, хоть как-то понимает, что воля Божья очень важна, воля Божья этим пропитана, написание, воля Божья – это то, чем был целенаправлен на жизнь Иисуса Христа до последнего дня на земле. Он исполнял волю Божью. Так вот представьте себе, что любой неблагодарный человек, он автоматически попадает в категорию, где он идет против воли Божьей. А это уже страшно, неприятно и хочется сказать не про нас. Человек, который неблагодарен Богу, неблагодарен людям, неблагодарен по жизни. Больше ропщит, больше негатива, больше недовольства, больше причин для негатива. Вы можете для сравнения спросить у своего мужа, у жены, какие песни ваш супруг поет по жизни больше. Точно так же можете у рабочего спросить, какие мы больше песни поем по жизни на той работе, где вы находитесь. Ну и так далее. То есть просто анализ для себя честный сделать. И потом можно стать на 17% чуть счастливее. Потому что эти принципы, они взяты для нас также из Писания. Как хочется хотя бы вот в таких простых вещах оставаться в воле Божьей. Всегда за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Воля Божья. И вот здесь вот интересно, что когда Иисус Христос разговаривает с этим прокаженным, который получил исцеление. Интересная статистика. Я не знаю, как вы относитесь к цифрам, но 10, один из 10. Как вы думаете, как сегодня происходит это в жизни? Если взять 10 человек из церкви «Живой поток» и просто посмотреть на их жизнь в течение недели вне церкви. Абсолютно вне церкви, не на служении. Как вы думаете, как там, сколько из них в процентном соотношении людей благодарных по жизни? Благодарных по жизни Богу, людям по жизни благодарных. И дальше он говорит, Христос такое, очень кажется, неожиданное для этого прокаженного слово. Он говорит «Вера твоя спасла тебя». По-другому, благодарность твоя, которая связана с верой, это спасла, спасло тебя. Вы даже не представляете, как благодарность спасает сегодня многих, может спасти. Может спасти твое настроение, может спасти состояние твоего духа, даже может спасти твою семью или твой брак. Если ты начнешь хотя бы за такие мелочи просто благодарить, то поверьте, что любой на вас злой настрой, негативный настрой, он как-то сменьшается, он уменьшается, когда ты просто начинаешь говорить спасибо. Неожиданный вопрос к женщинам. Скажите, когда последний раз вы сказали своему мужу спасибо за то, что ты обеспечиваешь, за то, что ты зарабатываешь, за то, что ты тяжело работаешь, за то, что ты иногда ночами не спишь. Просто вот многие годы, вот все, что мы имеем, в большинстве случаев это ответственно сложится на мужчин. Как часто вы это говорите и как это вообще бывает в нашей жизни. Такой же вопрос к мужчинам, как часто мы говорим женам просто спасибо за обед, за ужин, за бракфист, просто спасибо, простое спасибо, благодарность. Вот здесь мы понимаем, что даже в кризисные семейные ситуации благодарность вот такая постоянная. Иногда нужно, может быть, себя где-то в чем-то адресировать, как-то себя перепрограммировать, как-то себя подучить. И это вот простое спасибо, а я пришеду, я благодарю тебя за вот это, за вот это. Оно и даже там, в той сфере семейной, что-то спасает по жизни. Оно иногда спасает. Когда вы, знаете, приходите к человеку какому-то, что-то вам нужно попросить, и ты начал с благодарения. И даже это тебя может спасти, и правильное начало, потому что так написано в Писании. Открывайте свои желания с благодарением. Это работает и на уровне людей, и по отношению к Богу. Дальше, друзья, хотел прочитать вам, как благодарение иногда решает проблемы. Как иногда наш вот этот подход благодарности к Богу, как иногда это влияет на наши нужды и разрешает их. Один пример из Старого Завета, 2 Паральпоминон, 20 глава, 21 стиха. Там описывается история израильского народа, который имел напряжение, большую проблему, война. Это значит, могут быть жертвы, убитые, все, это самое, кажется, страшное на земле. И вот они принимают решение. Это израильский народ, который знал Бога. И вот кто-то принимает решение. Очень уникальный подход. И они ставят впереди армии людей, которые начинают просто петь Богу, славить Бога и выражать благодарность Творцу, то есть Богу. И вот там написано, что они пошли, они их поставили впереди армии, чтобы они пели, славословили и говорили, славьте Господа. И в то время, как они шли, еще проблема не решена, и пели, в то время Господь возбудил несогласие между врагами, аммонитянами и мавитянами. И они были поражены. Смотрите, какой результат из Старого Завета. Они ничего не сделали, кроме благодарности. Кроме того, что они выражали славословие и благодарность Богу против логики. Против, кажется, парадоксальный пример. Но это люди, которые знали Бога, и они избрали именно такой метод. Я верю, что для нас сегодня это может быть пример, как иногда наше вот это благодарное сердце, которое связано с нашей верой, оно может влиять на решение наших вопросов. Теперь пример из Нового Завета. Иоанна 6 глава 10 стиха, там описывается история, когда тоже была проблема. Иисус Христос среди народов, пустыни, и у них чего-то не хватало. У вас в жизни есть, чего вам не хватает? Вот катастрофически не хватает. Что-то надо, хочется, чтобы это что-то исправилось, что-то в вашей ситуации. И вот там два человека, два подхода к жизни. Один подход к жизни называется Филипп. Второй подход к жизни называется Андрей. Здесь, я верю, есть пару Андреев в зале. Смотрите, Филипп и Андрей подходят к Иисусу и два взгляда на проблему. Иисус говорит, вам нужно народ накормить, нужно решить проблему. Народ голодный. Бытовые наши близкие нам проблемы. Нужно народ накормить. Андрей, простите, Филипп говорит. Это почти невозможно. Как ты хочешь, чтобы мы это сделали? Как эту проблему можно решить? У нас вот этого, вот этого нету. У нас всего там 200 динариев. Что ты хочешь, чтобы мы сделали? На чем он сфокусирован? На негативном. Сфокусирован на том, чего нету. Сфокусирован на том, как мы не можем решить проблему. Ну, слава Богу за Андрея. Андрей, почитайте, дома, это Иоанна, 6 глава. Интересно. Андрей говорит, так у нас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Ну, ты, Андрюха, решил проблему, да? 5 хлебов и 2 рыбки. Но здесь вопрос не в том, что у них есть мало. Вопрос не в том, что как бы у них вот такой мизер, такой кажется, ну, ты вообще, ну, ты в своем уме. Вопрос в подходе. Не в цифрах, а в состоянии духа. Филиппчики, они сфокусированы на том, чего нету. Как все плохо, как все нехорошо, как у нас не получается. Причины для разочарования, причины для депрессии, причины для грусти. Но есть Андреи, которые смотрят на жизнь по-другому. Люди другого духа. Они смотрят на то, что есть. И находят, за что можно благодарить. И они фокусируются именно на этом. И простой вопрос сегодня к вам. Независимо, кто ваше имя по паспорту, я хочу узнать, кто вы по духу. Филипп или Андрей? По жизни, по духу. То есть есть паспорт, там, где имя такое физическое, а есть другое имя внутри, в духе. И можно сказать сегодня скромно, Господи, я Филипп. Хочу быть Андреем. Вот так, друзья, мы можем менять подходы к жизни. Но дальше, друзья, смотрите, какой идет подход Иисуса Христа. Значит, у них проблема. Иисус начинает молиться. И смотрите, как написано. Иоанна 6, 10. Возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус взял хлебы, воздав благодарение, раздал ученикам, и все наелись, и даже осталось. Смотрите внимательно за процессом. Была нужда. Ну, пять тысяч накормить, вы согласны даже, что и Костков один раз ездить не поможет, да? Чтобы пять тысяч накормить. Нужда была, ну, такая, ну, серьезная, согласны, да? Потом второй этап была молитва. И третий этап было чудо. Большое решение проблемы и нужды. У меня к вам важный вопрос. Обратите внимание на молитву. Какой была молитва? Она у вас на экране. Иисус взял хлебы, помолился очень коротко, очень правильно, очень умышленно, воздав благодарение. Казалось бы, если бы просил, Господи, дай, Господи, помоги, Господи, реши. В этом тоже нет греха. Но почему-то для нас на страницах Священного Писания оставлены эти примеры молитв. Когда мы с нуждой сталкиваемся, реальной проблемой земной, он почему-то выбирает тактику, методику благодарить. И после простой благодарности решение. Проблем. Благодарность связана с верой. Вера связана с благодарностью. А благодарность имеет силу. Имеет силу влиять и решать даже наши нужды. Следующий пример из Нового Завета. Иоанна 11 глава. Это уже другой случай. Еще один пример из жизни. 41 стих. Умер человек. Кажется, хуже горя вроде бы нет на земле. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший Лазарь. И Иисус же возвел отче к небу, сказал, отче, благодарю тебя. Что ты услышал меня. Потом он позвал. И вы знаете, что умерший воскрес, исцелился. Снова быстрый анализ. Была нужда. Нужда еще больше. Еще хуже. Проблем, окажется, хуже не бывает. Потом была молитва. Второй этап. Третий этап. Большое чудо. Большая победа. Праздник. Решение проблем. Снова обратите внимание на молитву. Какой была молитва? Она снова на экране. Молитва была очень короткой, очень умышленной, очень правильной. Молитва была, Господи, благодарю тебя. И решились вопросы. Как часто мы, как христиане, используем эту методику? Было ли когда-либо в вашей жизни, что вы пришли и встали на колени, и у вас просто вот слов нет? Больше дышите, чем говорите. Во время молитвы текут слезы. И здесь так неожиданно пробивается благодарность Богу. Вы даже не представляете, какой вес эта молитва имеет в духовном мире. Вот почему ее даже трудно представить. И, возможно, никогда она и не случалась в нашей жизни на земле, потому что это что-то выше, чем земное. Но когда мы так подходим к Богу, ведь написано, все равно Бог знает все, даже волосы наши на голове, все под контролем, посчитано. Да, мы имеем право просить, но когда мы с таким подходом приходим к Богу, вот благодарность и вера, и благодарность имеет силу. Заметьте, друзья, вопрос, сколько вы думаете, Иисус Христос раз молился на земле? Но если мы допускаем, я так верю, хотя бы один раз в день, а, возможно, несколько раз в день, то вы представляете, сколько молитв Иисуса Христа должно быть записано в Писании? А почему их так мало записано? Кроме молитвы «Отче наш», какие вы еще знаете молитвы Господа? Вы понимаете, что их очень мало, очень мало записано, а Он же сколько раз молился? А следующий вопрос, а почему именно вот эти молитвы попали туда, как пример для нас? Какую силу и влияние имеет благодарность? Когда мы именно Бога благодарим, даже в пик наших проблем, кризиса и нужд, когда мы начинаем благодарить. Еще одна из молитв Иисуса Христа, вы помните, одна из Его последних, это «Да будет воля Твоя». Вы замечаете снова связь? «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья, и да будет воля Твоя, не моя Божья». Когда мы встречаемся с конфликтом, что у нас Бога не получается благодарить, проблемы нас заедают, изгрызают внутри, и у нас больше мы говорим о проблемах, то, друзья, здесь получается конфликт вот именно вот этого воли нашей и воли Божьей. Как я могу благодарить, если все, что в моей жизни происходит, это не по моей воле? И вот эту волю сдать, свою волю сдать, это перейти на другой уровень веры. На другой уровень веры. Вот почему благодарность и вера очень связаны. «Да будет воля Твоя, за все благодарите, ибо такова вас воля Божья». Но мы не готовы сдать контроль над нашей волей, над нашими обстоятельствами. Вот это конфликт. Почему иногда у нас получается, вроде бы, мы и не против Бога, но и не сильно благодарны Ему. Колоссянам 4.2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Снова молитва, снова благодарность, снова постоянство и снова та же тема. «Будьте благодарны». И в конце, в заключении хочется сказать, друзья, о том, что для нас важно, для верующих, не просто самим быть благодарными и понимать, что благодарность имеет силу влиять. Благодарность имеет силу даже решать проблемы и нужды. Хочется еще, чтобы мы вокруг себя делали людей благодарными, потому что на это есть воля Божья. Написано 2 Коринфянам 9 глава, с 8 по 12 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью». Внимание, Бог силен вас обогатить, вам дать что-то, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство. То есть, оказывается, можно, потенциал христианина, быть довольным всегда. Что-то это будет стоить. И время, и финансы, которая через нас, внимание, через нас, через вас, через нас, может, производит благодарение Богу. Что производит благодарение Богу? Через нас. Кто, что? Наши дела. Добрые дела. Наши служения. Не только на сцене в церкви. За стенами церкви. Когда мы что-то кому-то делаем доброе, помогаем, служим, не просто сосредоточены только на себе и на своей жизни, на своей семье. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость нужды святых, но и производит во многих, производит во многих обильное благодарение Богу. Какой хороший совет в честь праздника. Хочется просто вам сейчас, всем нам, бежать домой и к практике. Правда? Ну, день же благодарения мы празднуем. Вот Thanksgiving. Слава Богу за такие праздники в этой стране. Но вот здесь для нас еще, как мы можем этот сделать праздник еще больше, глубже. Для многих людей, которые даже Бога не знают, или которые даже не думают в ту сторону сильно, чтобы Бога благодарить. Но наши действия через нас, это производит обильное, большое благодарение Богу. Итак, друзья, когда приходит праздник Thanksgiving или Christmas, Рождество, у многих людей две проблемы. У одной категории людей проблема вот какая. Устал от этих парей. И туда нужно пойти, и туда нужно пойти. Нужно к моим родителям и к его родителям сходить. А если они еще далеко живут, еще туда пригласили, всем нужно отдать должное, поклониться, везде отбыть, и все же нужно доесть. Вот какие условия праздника. А у других людей другая проблема. Куда бы пойти, но никто не приглашает. Ни родственников, друзей так не особо. И смотришь на эту индючку, и так одиноко, жуешь. И кажется, друзья, вот как можно подарить кому-то праздник. Подарить праздник для тех, таких вот, вы знаете, я всегда, я вдохновляю, церковь «Живой поток», всех, кто смотрит нас онлайн. Когда приходят праздники, всегда подумайте о тех людей, у которых в душе праздника нет. У которых родственников нет. Которые не популярные такие люди, не крутые, не блатные, которых обычно никто не приглашает. Обычно их никто не замечает. Обычно у них круг общения очень маленький. Вот их попробуйте пригласить, подарок дать, что-то завести, чем-то угостить, как-то разделить, подарить им праздник. Ибо это дело служения сего производит во многих обильную благодарность Богу. Поэтому, друзья, действуйте, приглашайте, служите. Да, и сегодня я знаю, что время такое кажется необычное. Спросите, все дезинфекцируйте, все, что надо поставьте там. Но все равно служите. Служите людям, не забывайте, в этом наше призвание. Одна сестра в нашей церкви, у нее был день рождения. И приготовили там обед семейный, все как бы так хорошо, празднуют вроде с семьей. И вдруг Таня позвонила одной сестре, которая болела или не помню там деталей, где-то была, встретилась. И увидела, что ту сестру, которую она увидела, она просто очень плохо себя чувствует физически. И она сразу же ее в госпиталь, в эмердженсии отвозит и проводит там пять часов или сколько в эмердженсии в госпитале, в день своего дня рождения. А дома там семья уже накрыла стол, уже там ждут, уже все там, свечи, все красиво, шикарно. Как вы думаете, как реагировать в таких ситуациях? И потом комментарии, которые я слышу, вот сегодня для нее это был настоящий праздник. Она и добро сделала, милосердием позанималась и побыла утром семьей. Вот я думаю, вот это сущность христианства. Когда мы не только для себя живем, а когда мы получаем вот это внутреннее удовлетворение, когда мы другим делаем добро, и в день рождения, и в праздник, когда мы не просто закрываемся, я сам, это мое, это моя семья, будь сам, будь со своей семьей, я тоже буду. Но помни, что выходных у тебя будет минимум четыре. Поэтому о других не забывай. Вот как ты можешь дарить праздник другим людям. Не хочешь сближаться, есть другие методы, как ты можешь подарить праздник. Главное, служи. Служи людям. Друзья, последний стих. Римлянам, 1 глава, 21 стих. Написано, но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце. Внимание, они, познав Бога, это к кому обращение? Верю это к нам, к верующим, к тем, которые Бога уже познали, узнали Бога. Не против Бога. Но дальше не прославили Его. Я не говорю такое автоматически, там, аллилуйя, там, слава Богу. Я не за механизмы говорю, я говорю за сердце. Не прославили Его, как Бога. И не возблагодарили. И дальше причина. Дальше описывается такая спираль, как человек качется вниз. Написано, но осуетились. Суета, бизнес, работа, земные вещи, причины. И дальше пришел мрак в сердце. Омрачилось их сердце. Вот то, что ожидает неблагодарных людей. Темно. Везде темно. Вот почему благодарить трудно. Потому что темно в глазах. Темно везде. Темно. Нету света. Осуетились. Но написано, не заботясь ни о чем. Но. Большое но. Но благодарите. Всегда благодарите. Вспоминайте молитвы Иисуса Христа. Воздал благодарение. И какую силу и влияние имеет молитва благодарности. Я призываю вас, друзья, сегодня. Всем, кому тяжело. Всем, кому трудно. Кому больно. Кому непонятно. Именно эту методику применять. В духовном мире это имеет влияние. Силу. Это работает. Это принесет вам мир и радость. Начинайте благодарить людей. Начинайте благодарить Бога. В этом есть сила. И в этом есть воля Божья. Ему слава за все. Аминь.